Семья Ракицких полетит сегодня в полном составе. Глава семьи, он летает больше 10 лет, жена Гелена, командир экипажа и двое их детей. Если есть возможность, они всегда летают с нами. Им это нравится. Летают они с младенчества, как только родились. И они всегда летали с нами на вертолете. Если есть возможность, мы их всегда берем с собой. И дети, естественно, хотят тоже стать летчиками, как папа. Большинство женщин в вертолетный спорт приводят их мужья. А вот Наталья Хендрикс, наоборот, приобщила к спорту мужа. Сама занимается меньше года и уже в составе женской вертолетной эскадрильи. Драйв определенный, красота и так далее. Но это просто совершенно неповторимое наше чувство. Я перепробовала много чего в этой жизни и над парашютом прыгала, но вертолетом мне нравится больше всего. Семейным спортом вертолетной становится не случайно. Дорогое удовольствие лучше получать вдвоем, так дешевле. А главное, проще объяснить второй половине большие расходы. Во-первых, нужно обучение. Это примерно около миллиона рублей. Сам вертолет это еще 400-600 тысяч. Один час полета на личном вертолете стоит примерно 5-6 тысяч, потому что придется заправляться специальным авиационным бензином. Ну и обслуживание вертолета равно примерно обслуживанию автомобиля класса премиум. Но, как говорят пилоты-любители, для этого хобби нужно иметь три составляющие. Желание, время и деньги. И тогда, вслед за удовольствием, приходит мастерство. Ты начинаешь чувствовать машину, ну как продолжение своего организма, рук, ног. И, собственно, ты себя, ты на себе чувствуешь, занимаясь вертолетным спортом, что состояние полета так же естественно для человеческого организма, как состояние ходьбы, бега, плавания. Уровень мастерства, то, насколько человек врос, свой вертолет сегодня выясняли в честном поединке в четыре этапа. Главное из них это полет на точность и посадка на линию. В двух этих дисциплинах нельзя отклоняться даже на миллиметр. Те, кто отважился прийти в вертолетный спорт, решаются и на мировые рекорды. Российские пилоты уже попали в книгу рекордов Гиннеса, облетев на двух вертолетах 40 тысяч километров. И теперь пилоты-любители собираются установить новый рекорд, совершить самый массовый строевой полет на вертолетах. Полетят с семьями, как с недавних пор у них заведено. Оксана Сапкина, Александр Кирпичонок, LifeNews. Субтитры создавал DimaTorzok